Во-первых, первое, что смотришь на этих людей, и действительно, мы сегодня цирковая семья, вы помните, вот последние два года, что у нас происходило в метро. Сегодня, слава Богу, мы вот тут все сидим, и мы все цирковая семья, но на этом весь мир, мировой цель держится, да? Слава Богу, так что дай Бог, что так и дальше. По поводу молодежи, вот смотрите, маститые артисты, народные замечательные, у нас вот молодой человек сидит один, просьба ей к генеральной империи, к тебе, Саша, должны появляться, да, один, вот молодой человек у нас, тебе сейчас кормят, должны здесь появляться уже следующее поколение вот этого возраста, потому что должна быть преемственность. Ветеральный замечательный, но я считаю, что надо бы приглашать таких людей, он молодец, он стал как-то мелькать, вот как когда-то замечательный брат замелькать ставит, теперь вот он. Мелькай дальше, это очень важно. Да, теперь дальше, по репетуарному цирку, тоже хочется сказать, по нашей генеральной дирекции. Когда ребята заявили об этом, вы знаете, у нас репетуарные дяты, это действительно классика, и я, когда ребята сказали об этом, я думаю, ну, сложновато это. будет сделать, но они это сделали. Сколько вы спектакля сделали за последние годы? Ну, ты, примерно, скажи. У нас минимум пять в год. Минимум пять в год, представляете? И вот когда мы сэркуш-то разговаривали, он говорил, что предлагаем нам на окрашку. Сколько вы предложили, а у вас был цирк? Не нужно было. Они предложили готовый, отличный спектакль, чтобы он перешел к нам в основную цирку. Он был не нужен прежнему руководству. Слава богу, сейчас, как вы учились в понимании, отличный спектакль готов. И это дает нам практически бесплатно. Здорово. Потому что они создали этот репетуарный цирк. Они могут работать абсолютно разными спектаклями. Вынули спектакль, показали. Прошло какое-то время, опять показали. Снимай его. Это первое. И второе. Смотрите, вот наше преемство. Замечательный фестиваль у Милы Петровны в Москве, да? Прекрасный. Но потом руководство... Давайте Монте-Карло вспомним, да? 1974 год. Первый фестиваль Монте-Карло. Сейчас прошел уже сороковое. Есть Мурильо? Нет Мурильо. Принц есть? Нет принца. Франсуа Бронетта, к сожалению, тоже нет. Ну, основателей фестивалей, да? А он продолжает. Это правильно, это тоже преемство. Поэтому это такая высочайшая марка. Что у нас в Москве-Сырке происходит? Сделали фестиваль? Давай другой. У нас в фестивале уже где-то и на Поконной горе у нас были. И в Лужниках они практически завершились. Да, вы помните? В Лужниках завершились. Да, изначально. Это уже был конец. Помните, сколько дали золотых там все? Я думаю, что это очень важно. Здесь вот сидит Викторик и Больщик Шиншук. Вот в 76-м году поехал на этот фестиваль Монте-Карло. Это было первое для Советского Союза серебро. Правильно? А потом уже золото там помрел. Это было золото. Золотого клоуна не было на фестивале. Он ушел в дне конкурса. Первый, кто поехал, это был от нас Шиншук Шиншук. А потом уже и Павленко, и Олег Попов, и так далее, и так далее. Ну, замените, и костюм, и Белегов. Это действительно... Ну, это была мощь нашего Советского Цирка. Мне бы хотелось руководству передать все. Чтобы вот эта преемственность у нас все-таки сохранялась. Чтобы мы продолжали в хорошем цирке, в хорошей традиции нашего знаменитого Советского Цирка. Даешь мастер за 120 миллионов? Нет, не надо. Мастер не надо. 100 больше. Мастер не надо. Это они тратили 80 миллионов. А вот вы не ходили, как в первом руководстве у вас был бы спектакль, чтобы потом вы опять откат сделали. А вы не ходили. Я постараюсь много времени вас не занимать. Я очень рад вас здесь видеть. Друзья, коллеги, наставники мои. И вообще все хорошие люди. Значит, что меня сегодня беспокоит? Первое. Верните режиссеров в цирки. Потому что в цирке сейчас нет режиссеров. Их надо возвращать. В студии убрали. Режиссеров перевели на контрактную систему. И сегодня говорим, давайте вы будете там дарить свои спектакли. Верните их, и с ними легче станет работать. Потому что они просто смогут ездить по разноряд и делать свою работу. Следующая. Ну, вот на базе нашего коллектива. Есть города, где мы отработали, ну скажем так, юности, и больше не заезжали. 9 лет не заезжали, 10 лет. Это такие Воронеж, Тула, Ставрополь и так далее. Как можно говорить о том, что вот артисты ездят по одному и тому же трубку и показывают одно и то же. Они просто не ездят по другому, они ездят по одним и тем же городам. Это другая. Они ездят по другому. Да, по другому. Одни те же. Кисловодск, Ставрополь, Нижний Тагил и так далее. Это вопрос. Надо с этим что-то делать. И если будет у нас... Как говорили? Все об этом говорят, что надо делать конвейер единый и понятный. Ну, пока ни у кого не получается. Но если он получится, это будет вообще очень хорошее поспорие. Что дальше меня беспокоит? Меня беспокоит такой момент. Мы все хотим заработать деньги. И мы все говорим, вот прокатчики. Прокатчики – это люди, которые... Они коммерсанты. Они в первую очередь работают на то предприятие, которое они создали. Хорошие они люди. Они зарабатывают хорошие деньги. Они вкладывают в свой продукт. Но все активы, и финансовые, и тросики – это все их продукты. Все остается у нас. Надо, чтобы компания сама могла зарабатывать. Для этого должны цирки работать. Для этого нужно брать те программы, на которых можно что-то сделать. Вкладывать в них деньги и отправлять в те города, где можно заработать. А не отправлять их, я не знаю, в Кострому. В Костроме не заработает даже самая шикарная программа. Дай бог, она в ноль появилась. Дай бог, я не знаю, в Костроме не заработал. И те, кто занимается прокатом, они знают, что нужно для этих администраторов. Но если цирк сам не начнет зарабатывать деньги, прокатчики в нужном объеме эти деньги не занесут. Спасибо. По-любому. Дальше, что меня волнует. Волнует полное отсутствие поддержки коллективов в конвейере. Сегодня взять веревку, тросы, прокатчиков решается очень просто. Идешь в магазин и покупаешь. В компании сегодня это сделать невозможно. То есть невозможно выписать. Костюмы не шьются. С этим тоже надо что-то делать. Опять же, я говорю, что прокатчики это не решат. Потому что, опять же, если мы сделаем таких коллективов, как у Геерадзе, шикарных коллективов, да, много, на них зритель не пойдет. Цирк должен быть разный. То есть должен быть и дивертизмент, и этот самый, и вархитей, и мюзикл, и так далее. И сказка. С использованием цирковых номеров. Если у кого-то будут вопросы, зададите мне в конце. Я с удовольствием отвечу. Надо звать. Так, дальше у нас. Хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы в коллективах восстановили такую должность, как директор и завхоз. Это должности в коллективе необходимы. Потому что иначе взаимодействовать с администрацией, артисту, который целый день находится на манеже, очень сложно. У него должны быть помощники. У него должен быть человек материально ответственный. Потому что на многих коллективах находится большое имущество, и все это висит на одном человеке, который кувыркается в манеже, делает хорошо комплименты, и при этом бегает и что-то там пытается за что-то отвечать. Это неправильно. Каждый должен заниматься своим делом. У меня непонятная ситуация, погрузка-разгрузка. Почему это надо согласовывать с клавком, пригласить грузчиков или не приглашать. Мне начинает такой частный вопрос. Но это идет повсеместно. Когда говорят, давайте будут этим заниматься артисты. Это неправильно. Артисты не должны этим заниматься. Раньше сама не приглашали, сейчас едем. Нет, а сейчас на русских что-нибудь. Да, вот я вкратце, да, просил те проблемы, которые меня тревожат. Если у кого-то есть вопросы, вставайте. Вы что, не уважаете человека? Встаю, а все. Да пусть идут, это мне интересно. Их это не касается совершенно. Правильно? Спасибо всем. Спасибо. Я хотел бы сказать следующее. Вспомните, если не старое. Цирк работал сегодня и ежедневно. Неужели хуже бы нет? Цирк Крона начинает в декабре и кончает в марте. Каждый день два представления. Каждый день. Без всяких выходных. И меняет три раза программу. В воскресенье заканчивает. В понедельник новые программы двумя начинают. Неужели мы хуже немцев? Лучше. Теперь, друзья мои, ведь у всех дети, а? Не воспитывайте их бездельниками, а? У нас прекрасный пример Вальтера Михайловича, который воспитал чудесных ребят, которые двигают наш цирк. Вот такие наши дети должны быть. Теперь меня поражает, и я говорил об этом давным-давно. Ну, годами сидят, репетируют в студии номера, и выделяются сумасшедшие деньги. Для чего? Для того, чтобы они ушли и работали на Западе. Дубовицкие. Два номера подготовил. За наш счет. Что это такое, а? Теперь, когда артисты переходят из номера в номер, почему они уходят с той же ставкой? С нуля! С нуля человек должен уходить. Подождите, а вопрос. А почему Маша с Максом работают за рубежом? Ваши дети. Она замужем. Она замужем. Вот здесь закон о браке, куда его денешь? Никуда его денешь, не отменяй. Кстати, кстати, много артистов наших, выдающихся, чьи дети уехали за рубеж работают. И что это? Чушь. Горисия Антон, я при всех говорю, она приедет и будет работать здесь. Горисия Антон, я приезжаю.